Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я хочу рассказать о том 11 преимуществе работы в автостраховании как собственника бизнеса, либо если вы автострахование используете в качестве дополнительного дохода к вашему основному заработку. 11 преимущество будет интересно только тем людям, которые еще никак не обеспечили финансовую независимость свою и финансовую независимость своей семьи. Что я подразумеваю под финансовую независимость? Это то, что если в какой-то момент, не дай бог, у вас текущий источник дохода куда-то исчезнет, то вы сможете дальше спокойно также поддерживать тот уровень жизни, который у вас на сегодняшний момент есть. Да, если вдруг, не дай бог, исчезнет ваш источник дохода, ваша семья спокойно продолжит жить так же, как она жила и позволяет себе то, что позволяло себе раньше. Так вот, многие бизнесы, к сожалению, такой фишкой похвастаться не могут. Почему? Потому что пока существует собственник бизнеса, эта компания работает. Как только собственника бизнеса куда-то исчезает, что-то с ним случилось, не добылся, болел, уехал или еще что-то, то этот бизнес разваливается. Почему? Потому что надо постоянно, постоянно искать новых клиентов. То есть эти бизнесы завязаны на новых клиентах и очень дорого постоянно их находить. И вот если не будет такого, если не будет такого человека, который будет их искать, то, к сожалению, бизнес развалится. Автострахование, ее фишка заключается в том, что если вы один раз нашли клиенты, и дальше, естественно, никак не косячите, то у вас есть прекрасная возможность создать из этого клиента постоянного клиента. И вот именно постоянные клиенты, клиенты, которые вам уже доверяют, они смогут обеспечить вашу финансовую независимость. Как это работает? Смотрите, в страховании, если человек работает со страховой компанией напрямую, привык работать с какой-то компанией, допустим, по такому виду страхования, как каска, то этот человек может застраховаться один год, не попасть в аварию. И для страховой он очень интересен, он очень важен, скидку какую-то дан. Но на второй год, например, он попадает в аварию и приносит там ущерб страховой компании 200 тысяч рублей, а страховка стоила 50. Такой клиент сразу становится персоной, но он град для страховой компании становится неинтересной. И она впроваживает составы своих клиентов с помощью заградительных тарифов. То есть, например, если первый год страховка стоила 50, конкуренты предлагают 50, 60, 70 страховки, то пролонгация у этого клиента будет, допустим, уже 130 на следующий год. Конечно, он не согласится. Ничего себе опасно, какая-то фишка. Этот клиент, естественно, не согласится и уйдет в какую-то другую страховую компанию. Но если этот клиент будет работать с вами, если он будет работать с вами как со страховым агентом или со страховым брокером, то он от вас не уйдет. Он уйдет от этой страховой компании. У вас 25 страховых компаний в вашем портфеле. Он от 25-го уйдет, вы его переведете в 24-ю, в 23-ю, в 17-ю, в 1-ю, в 2-ю, неважно. Но комиссионное вознаграждение вы все равно в этой ситуации получите. И так каждый год. Каждый год человеку нужна страховка, каждый год ему нужно покупать ОСАГО либо КАСКО. И вы каждый год можете на этом зарабатывать. Причем, если вы все построите правильно и приучите клиента не только работать вместе с вами, а работать именно с вашей компанией, с логотипом вашей компании, приучите его к бренду, то потом, даже когда вы сами непосредственно не будете работать с клиентами, они тем не менее останутся работать и будут приедены вашей компании. У меня куча клиентов, которые я в первый год, когда сам работал, сам доставлял, сам им подписывал полисы на начальном этапе развития. Я кучу клиентов подписал, и они до сих пор работают со мной. Точнее, не со мной, а уже с моими менеджерами, с моей командой. То есть, что это означает? Это означает то, что если вдруг собственника бизнеса не станет, вдруг что-то произойдет самое страшное, то любой другой человек может стать на его место и продолжить обслуживать тех же самых клиентов. Может быть, какие-то клиенты, если вы неправильно все сделаете и завяжете только на себя, отвалятся, но большинство клиентов останутся и будут продолжать, продолжать работать. Самое главное здесь, конечно, жестко не косячат, не страховать клиентов в компании, которые обокротятся, там, допустим, делать какой-то плохой сервис и так далее, не делать хороших преференций и скидок. Конечно, в такой ситуации, если вы будете плохой сервис отказываться, оказывать клиента отвалятся. Но если вы будете делать в среднем качество по рынку, который есть, и даже лучше, чем есть в среднем по рынке, то, уверяю вас, у вас не то, что бизнес будет сокращаться, он будет развиваться, развиваться и развиваться. Поэтому одиннадцатое преимущество работы в автостраховании – это то, что вы с помощью этого бизнеса можете обеспечить финансовую независимость себе и своей семье, и плюс вы еще можете передать этот бизнес по наследству своему – внукам, детям, правнукам и так далее. То есть, если ваша основная цель в жизни – это обеспечить, чтобы вашим детям было хорошо, то создайте для них бизнес в области автострахования, вы спокойно сможете его передать по наследству. И опять же, откуда эта фишка пошла, откуда эта идея? Я недавно разговаривал с одним моим клиентом, его поносила жизнь по разным бизнесам, и мы с ним поговорили, он заикнулся о том, что он работал раньше в одной сетевой компании. Ну, я спросил, как, ну ты же работал, там уже у тебя был успех, какой-то доход у тебя остался? Он сказал, нет, не остался. Я говорю, как же так? Ведь они пиарят везде о том, что стоит тебе только привлечь народ, который будет вместо тебя работать, и все, и дальше ты на всю жизнь будешь финансово не завести. Все это оказалось полной фигней, если ты активно не участвуешь, тебя чик-чик-чик-чик от этих доходов как можно быстрее отстранят. Поэтому, конечно же, автострахование в этом гораздо круче, чем все вот такие псевдо-бесконечные доходы. Почему? Потому что здесь действительно вы непосредственно выстраиваете отношения с людьми, непосредственно выстраиваете отношения с клиентами, и дальше просто на этой базе можете продолжать работать долгие-долгие-долгие годы. У меня уже куча примеров, когда от одного агента клиенты передавались к другому, этот бизнес, опять же, можно перепродать клиентов, передать и так далее. Самая цена – это, естественно, клиенты, и вместе с ними можно зарабатывать долгие-долгие годы. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Ставьте лайк, если вам понравилось то, что я вам рассказал. Если не понравилось, можете поставить дизлайк. И что, напишите какой-нибудь волшебный комментарий, если у вас есть вопросы, замечания, предложения. Ну и также, приглашаю вас на свой бесплатный тренинг по автострахованию, в котором мы поговорим на более серьезные темы. Как привлекать новых клиентов, как создавать свой сайт, как настраивать рекламу, как прорабатывать и заполнять CRM-систему, и многое-многое другое. То есть у нас целых 5 дней, по 1,5 часа, плюс куча-куча заданий, записанных в аудио и видео формате. Поэтому приходите. Ниже этого видео в описании будет ссылочка на тренинг. Приходите, будет очень интересно. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Пока-пока!